Бывает, присматриваешь машину и продавец обещает, что автомобиль не в угоне. Лучше проверим это через автотеку. Вполне вероятно, что автомобиль разыскивается. И уже давно. Перед покупкой машины проверь её в автотеке. В отчёте можно найти данные о ДТП, ремонте, пробеге и других аспектах истории автомобиля. Ты всё так говоришь, как пишется? Нет, если бы я говорила, как я слово «подъезд» произнесу твёрдый знак. Это «о» — это не твёрдый знак. «Родион». Обожаю человеческие трагедии. Друзья, там сейчас на заднем плане происходит срач. Как правильно? У нас мастер есть, Родион. И мы иногда сокращённо называем его «Радик». А Рома Котик называет его «Родик». То есть правильно говорить «Родион»? Правильно? Не «Радион». И вот сейчас срач. Сука, ну что? Правильно же? Его же «Томас» никто не называет. Его же «Томас» называют. Тарас Сергеевич, слушай, во-первых, из хороших новостей, наш тюнинг с пластиковым хомутиком оказался успешным. Травников идёт на подмогу. И есть ещё один нюанс. Нано-роботы бегут из двигателя. Слушай, мы их остановим. Я не думаю, что мы их остановим. Да, и теперь вот это живёт, ты говоришь, на тебе, да? Да, на руке я вчера сделал, буквально вчера. Ты, конечно, прям, ну реально, покажи ещё раз. Ты, конечно, вообще прям... О-о-о, Георгий Александрович! Георгий Александрович, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Выходите, идите, посмотрите, идите. Ой, сейчас что-то будет. А? А, да, борьба за тепло, это всегда важно. Зима пришла. Пойдём, там... Это же Питер! Ты должен это видеть. Ты посмотри, что Травников себе сделал. Что? Да, он пока это на телефоне только может показать, но поверь, в жизни оно тоже есть. Он поселился у меня на руке. Это что такое? Это мой девиз. Это татуха? Да. А это кто? Это я. С рогами? И пупырками? Ну да, похоже. А где рога? Прячет. Прячет. Не, ну ладно, хорошо, чё. Молодёжь, вот ты посмотришь. Да, хотя чё, молодёжь, ты старшего Травникова видел, там тоже живого места нет, хочу сказать. Это как тоже весь татуха, но там, понимаешь, там другой, там ICDC, как бы, вот, это всё, то есть, чисто по-мужицки. Да, да, а здесь... А здесь молодой Травник. Хюмором. Молодой Травник. Молодой Травников, крути, чини. Татушки можно. А почему не ломай, чини? Ну, потому что ломать не прикольно. Я изначально думал так, но как-то не очень, мне кажется, так поплять не будет. Вообще, крути, ломай сначала надо, хотел. Георгий Александрович, есть две новости. Какие? Есть хорошая и плохая, с какой начинать? Давай, с хорошей, плохих новостей с меня уже хватит сегодня. Да? Да. В общем, нано-роботы помогли. А, да ладно! Да. Ну-ка, ну-ка, а что, вы его дальше помыли, что ли? Конечно, Георгий Александрович, пока ты ездил там по делам, мы, в общем, его и даже помыли. Что ты меня понимаешь? Это конструктивные особенности просто автомобиля. Система безопасности. Да, да, ну да, с нейтралочки желательно снять. Я тебе говорю, все гаснет. Да, да, именно. Не горит. Да, давляк держит. Смотри. Не заводится. Ну, не заводится, это уже другие, это другие уже трудности, понимаешь? Вот так вот, понял, да? Вот так вот. Да ладно! Да, Георгий Александрович, да? Не, не верь, давай еще раз. Ну, что ты не веришь, ну сколько? О, загорелось сейчас. О, у нас трудности. Есть плохая новость. Какая? У тебя противотуманка одна не горит. Ничего страшного. Да? Да. Какая, правая или левая? Правая. Левая. Левая? Ну, нет, если смотреть на Антипыча справа, а если едешь, то слева, да. Антипыч говорит левая. А, так он тебе уже сказал? Конечно. Ладно, ну не про канал, ладно. Это же BMW! Кстати, у нас есть трудности, смотри. Какие? А преломляемого света. Ну, это камера говно. Все? Все. Может, протрем? Об кого? Можно об меня. Сейчас, подожди, сейчас, пускай люди увидят. Прямо об сосочек. А, нет. Вот так вот. Как же это мерзко. Как же это мерзко. Починил. Давай сменим тему. Я ништяки привез. О! Давай. Так, ну ты же за ними и ездил, в смысле. Ну, что ты? Прям, ну как? Я просто туманку потушил, пока за ними ездил. Это все вода туда попадает. Да-да-да, это все BMW. А BMW что? Говно. Замечательная тачка. Да ладно. Серьезно? Смотри. Да ты гонишь. А, подожди. Вот все говорили, где Котофеич? Где Котофеич во время, значит, свапа установки мотора Титанова? Он все время был в багажнике и наблюдал. Ну, слушай, он и охранял ништяки. Господа, Надюн, вот это вот царская посылка, которую мы можем видеть. Вот она, видите? Да. Написано независимый эксперт. Да, независимый, да. Это компания Куда. Отлично. Куда эндкерри прислала нам очень интересные вещи. Перед тем, как я оглашу, что она прислала, давайте сначала поговорим о действительно интересных фановых вещах. Прежде всего, тихо, тихо. Поскольку очень многие люди, как это сказать правильно, фапают на диски, а сейчас же у субариста отличные белые и красивые субародиски, я подумал, а почему бы не сделать так, чтобы диски субариста, субариста, фосфором светились в ночи. Она прозрачная? Да. Ее наносишь, и едешь, и оно светится. Типа радиация. У меня тоже будут скоро хорошие диски. На тебя я не взял. Это субарист. Так, значит, и далее. Ну, и, коль скоро наш феат вернулся, у нас есть грунт для пластика, у нас есть эмаль. Для мангалов. Это мне. Даже не думай, даже не думай это отжать. Белая краска для подкраски, защита от скулов, антигравий. Она нравится. Грунт-наполнитель. Да. Значит, это, соответственно, у нас просто лак, если что-то подкрасить. Да. Эмаль для дисков черная. Да. Четко. Здесь тоже коробочка лака. Ага. Соответственно, я брал еще, нам нужен был тоже грунт. А где? Где? Подожди, подожди, подожди. Вот тоже антигравий. А, в большой коробке. Тихо, тихо. Тихо. Что там такое? Вот за это лайк. Я уже забыл, где основные штики-то лежат. Ооо. О, да, 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 да. Значит, прежде всего, прежде всего, будем честными. Да. Вот это вот смазка силиконовая для резиновых уплотнителей на зиму. Отлично. Не тебе. Ну, мне тоже надо. Тебе не надо. Как не надо? Не надо. Она, видишь, она с мохнаткой. Это святому Алексию. Ничего себе. Все, он опять светится. Надо глазик подперебить. Зеленая, ядовитая, тоже флуоресцентная. Это Субаристу. На диске. Все на диске, все на диске. Ты даже не знал, что это мне есть. Я просто забыл. Я тебе подумал, но потом я забыл. Далее. Защита ото льда. Это нам с Алексеем Михайловичем. Значит, да. Видишь? Полировка. Очиститель пластика. Пригодится. Эмаль для суббортов красная. Фиат зафигачивает. Четко, четенько. Да, зафигачиваем. И вот это очень классно. Да. Света Алексеевна. Вещь офигенская. Это оружейное масло. Нечте рак. Да, то есть мы наконец-то все смажем. А то оно денег стоит, мать моя женщина, каждый раз покупать. Все такое. Это я не хотел доставать. Потому что это вкусняшка в бачок стеклоомывателя. Вот оно. Вот оно. Омыватель стекол. Аромат лесных ягод. Тай. Ягод. Аромат лесных. Тай. Лесные ягоды. Аромат. Тай. Сейчас, подожди. Это что? Аромат лимон. Лимон или лесные ягоды? Лесные ягоды. Сам же спросил. По концентративу, да? Ну и соответственно нейтрализатор запахов. Это явным образом в фиат. Очевидно. Очевидно. Соответственно. И зимний очиститель стекол. Ну и так далее. И далее по мелочи. Вот. Оливийная доля, значит, это всего черный эмаль. На фиат. Слава богу, нано-роботы сработали. Значит, часть нам со святым Алексием. Охраняное на диске суббаристом. Смазка силиконовая. Вот. В Антипыча положим. Да и так это все в Антипыче. А что ты из этого забрал? А, так ты нормально. Ты отжал это и эмаль для мангалов. Все. Эмаль для мангалов нужна всем. Все же из мангала едят. Ну брызгать ты будешь на мангал. Удовольствие получать. Ты будешь. Ты что такие вообще? Ты посмотри. Вот винишко помаленький. Он у тебя какой большой. Большой. Видел? Он какой большой. Вот такой тебе. Что вы издеваетесь? Если что, ты позови Алексея Михайловичу, он тебе силиконом мангал намажен, чтобы не прилипало. Суки. Мясо, чтобы не прилипало, да, к мангалу? Да, да, да. Так или иначе, я предлагаю, Света Алексея, куда можно перегнать наши дни. Нам бы его, ну так сказать, осуществить некую борьбу с коррозией. Колеса снимать будете? Обязательно. Обязательно и красить суппорта и диски в ярко-красный выраженный цвет. На первый. На первый. Туда, да? Окей, хорошо. Все, тогда перегоняем. Давай. Антипыча, надо выехать. Да. Не, я могу выехать и, ну, тогда придется брать грунт для пластика. Да, да, нет, 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 все. Ну, как хочешь. Так, что, надо выгрузить. Антипыча сейчас выйдет. Ну, я тебе потом отдам, то есть, как-то все. Ну, для мангалов покатся. Дайте сразу на склады пищу. Тарас Сергеевич. Слушай, во-первых, ну, из хороших новостей наш тюнинг с пластиковым хомутиком оказался успешным. Травников идет на подмогу. И есть еще один нюанс. Нано-роботы бегут из двигателя. Слушай, ну, мы их остановим. Я не думаю, что мы их остановим. Подожди, ты что делаешь? Сергеич. О-о-о, погоди, погоди, Сергеич, погоди. В смысле? Так надо же почистить хотя бы. Че ты прям на грязь? Вася. Нельзя? Ну, блин, все отвалится нахрен. Зачем? Чего переводить? Хороший материал. Ты что? Блин. Давай это самое сейчас почистим. И потом все четко нанесем. Я вон еще, видишь, коробку принес. У нас там целая коробка еще антигравия куда осталась. И на днище хватит, и на пороге хватит. И вообще, может даже на короче травник. Да, вот нежнее трать, нежнее, чтобы не хватило. Вот. Начинай. Так, выхлоп СПБ, привет. Констракшн выхлопа СПБ, на самом деле, работает, держится на ура. Единственное, мы в ППХ забыли, Тарас Сергеевич, надо устранить этот недочет, а именно просверлить одно или два отверстия в банке, потому что у нас там уже может быть озеро, а когда озеро... Уровень стоит, да? Да, уровень, там непонятные животные могут начинать заводиться, понимаешь, проникать в двигатель и вступить в конфликт с нанороботами. Ой, нет, такого нельзя делать. Наннороботов нельзя убивать. Ни в коем случае. Надо просверлить. А, надо же почистить. Что чистить? Ну, нищий, да, поэтому берите карс четку, можно пневматическую, и вперед. Я пока отстрелю колеса, все почистим и будем брызгать. Надо еще все завесить, чтобы не устранить ремзону, там вон, я тебе говорю, укрывочная пленка, ведро в коробке. Еще после покраски клизм, кстати, осталось. Мы же все умрем. Не все, а только те, кто будут чистить. А есть линевчик? Ну, не, а как он, респиратор? Нет? Ну, умирать так с музыкой, что я пойду включу. Есть во что переодеться? Нравится! Нравится! Да, но ничего. Фиат бодр, бодр, бодр. Интересно, это по запаху вроде с мотора. Хотя с коробкой тоже, вон, вода с коробки течет. Живучие все-таки тачки делали итальянцы. Почти лянча. Страшно-то как все, господи. Неделю возил Георгий Александрович. Неделю Фиат возил Георгий Александрович. Да еще как. О, герметик торчит. Ну, короче, не вижу никаких трудностей технических особых. Ну, сказать можно одно. Тормоза-то притерлись на Фиате, но диски кончились. Слышишь, Сергей? Да. Я говорю, тормоза притерлись, но диски кончились. Ну, так ты же привык на боевые ездить просто. Вот ты их и начинаешь там даймить во все эти. Что? Что от него ходить? Мы хотим вдохнуть в него немного жизни. То есть убрать ржавчину и дать краски. Ну, антигравий там, антикор. А крылья новые не хотите дать? Ну, сюда давать уже бесполезно. Как бы пусть оно живет как живет. Нам главное силовые конструкции кузова. В частности, днище, чтобы оно осталось таким. Днище идеальное. Ну вот, поэтому его и надо за антикорень. Тут же стройка. Двойка. 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 Так. Как у вас дела? Сука. Что такое? Это ранка? Да. О, смотри, какую курсотку. Смотри. Да, вон. Три сантиметра. Уф. А я только начинал, грубо говоря. Кстати, еще днище чистить. Да. Блин, мне бы тоже какой-нибудь хепочек. Неплохо. Нормально, нормально. Отличная сербская баночка. Надо ее укрыть, чтобы не воняло. У тебя скотч там есть, да? Да. Я уже все взял. Красавчик. Надо как-то там замотать. Надо выхлоп весь замотать, чтобы... О, красавчик. Я знаешь, что думаю? Надо и двери сейчас скотчем заклеить, залепить. Влушитель замотать. И, собственно говоря, по пороге брызнуть этим самым грунтом. А потом антигравием. А ты прям вот так хочешь, да? Да, а всем оставшимся зафигачим днище. Я думаю, будет четенько. Базаришь. Сто пудово. Сейчас вот так. И потом суппортовать в твой любимый цвет. Да. Да. Надо лишнее отрезать. Сергей, сейчас ты уверен, что так надо? Георгий Александрович, да. Ты читал, что это написано? Нет, ну что. Почитай. Грунт, наполнитель предназначен для подготовки, окрашивания деталей из черных цветных металлов. Ну, цветных металлов у нас нет, но с черным проблем нет. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Что там, господи, обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. За счет прекрасной акдезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Вопросы? Красавчик. Назнакомься с инструкцией. Ну, меня кое-что удивляет. Да. Ты прочитал раньше меня, обычно происходит наоборот. Было время, было, было, было времечко, уделил пару минут этому. Тем более, читать немного. Вторая сторона. Пройдемся, коллега. Пожалуйста, пожалуйста. Вы предлагаете в два сопла? Два смычка, так сказать. Да, давайте. Понимаете? Не ждем, а брызгаем. Давай только на камеру не набрызгаем, вот, понимаешь, вот в этот раз. Не проблема. Потому что в этом сезоне она уже 12-я, понимаешь? Ну, не так. Это у нас по количеству месяцев в году не хотелось бы, ну реально, понимаешь? Подъемник вон замотали, чтобы не исфачить. Конечно. Равномерно, на расстоянии 20 сантиметров, да, все, наносим грунт. Четненько должно быть. Агдезия, где ты? Агдезия умрит. Наоборот, приди. Наоборот, да. Приди. Въезде приди, да. Приди, да. Идеальная антикоррозийная обработка, Тарас Сергеевич. Да. Смотри, даже мутный возбудился. Ну что, Илюк? Как дела? Бакально эту сторону. Красота несусветная. Да, давай. Ну, можно подсохло, можно арки потихонечку начинать. Мога красит. Да, 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 да. Причем он говорит, что это в свободное от работы время. То есть, несмотря на то, что как бы, да, видишь. Рабочий день идет. Рабочий день идет, да. А он занимается чем-то таким. Это называется творчество. А правда, говорят, мастер вьючное животное. Не то слово. Не то слово. Солдат спит, служба идет. Залепи. Не надо. Рекомендую перчаточку. А что с ней? А будьте красить, запачитесь. А, я понял, да, хорошо. Окей. Благодарочка, Тарас Сергеевич. Да, вообще не важно. Не, ну получается красиво, смотри. Илюк, а ты когда-нибудь красил суппорта в черный цвет? В белый. В белый? Да. Не, ну сегодня у нас в красный будем красить. А в красный красил? В подставе или в барабаны? Ну и в барабаны, да, 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 в барабаны. Суппотов здесь нет, ребят. Есть. Сзади? Есть, спереди. Спереди есть, а сзади-то нет. Мы сейчас про задние разговариваем. Ой-ой, все, все, собрались диванные эксперты. Бен, ну оговорился, ну что теперь делать-то, ну, троллить будем. Все хорошо, все нормально, успокоен. Все, я отдышу ровно. Слушайте, вы тут так, понимаете, взяли за дело, что прям Георгий Александрович не делать-то нечего, понимаешь? Как нечего? Ну вот я арочку, пожалуйста, брызу. А, да, ты арочку походишь, потому что с другой стороны арочка. Да, я помню. Красота. Нравится. Несколько слоев, очень нежно, тоненько, чтобы все было четко и не отвалилось. А если потекет? Ну не надо брызгать так, чтобы потекло, нежно. Я тебе говорю, что, бля, радик. В смысле радик, бля, это родик, пишется через О. Так и что? Ты все так говоришь, как пишется? Нет, если проговоришь, как я слове подъезд, произнесу твердый знак. Ну, это О, это не твердый знак, родион. Родион. Нет, но есть же слова, нет, нет, есть же слова. Друзья, там сейчас на заднем плане происходит срач. Как правильно, у нас мастер есть, родионочек, и как бы мы иногда сокращенно называем его радик. А Рома Котик называет его родик, то есть правильно говорить родион, правильно? Не ради он же. И вот сейчас срач. Правильно же, его штамас не курицает, его штамас называют. Как, как? А он, ну, я не знаю, любую букву поменять, Томас, Тарас. А он родион, а не родион, родик. Сука. Родик. Сука. Давай, все, успокойся. Смотрите, уже почти, о, чуть-чуть осталось. Ну, в принципе, уже все, Арочка уже почти досохла. Огонь. Ну, она почти досохла, а ты еще подбавил. Ну, ничего страшного, у нас еще много. Куда, антигравий. Да, и времени еще. В пороге ништяк. Столько же. Ништяк, смотри, как красиво. Ух, вообще. Здравствуйте, девочка. Я хочу сказать, что мы как-то, понимаешь, опять же, достаточно неэкономно. Ресурсы, понимаешь, дорогостоящие, так сказать, качественные используем. А для идеального фиата ничего не жалко, согласен. Так, а нам куда? Сами сказали. Куда, красавчики. Черный баллончик, им же, наверное, фарля затонировать еще можно. Кстати, есть, да, такая тема, но... А у нас, кстати, даже тоже есть баллон тонировки, или его Субарис забрал? По-моему, был. Был, 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 для тонировки фонарей. Точно, был, стопудово был. Субарис подрезал. Ну, я точно не помню, куда он делся. Роман, ты вот сейчас как реально, вот с этим воротником, как альфа-самец такой, знаешь? Я могу еще вот так вот сделать. Это сутенер. Он как лев, знаешь, и лвов такая. Чисто такая. Слушай, ну, если у тебя нет качества альфа-самца, ты вряд ли сами с сутенером, поэтому мне кажется, что оно недалеко ухло. Нравится. А уфа. Ну, в принципе, смотри, нормально получилось. Да, все вообще нормально получилось. Вообще, смотри, вообще просто уф, наше днище такое красивое. Не, на самом деле, надо еще слойчик брызнуть чуть-чуть. Да. Да, видишь, здесь он все-таки есть негативные стороны. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь, да. Вон тут еще хорошо. Надо, надо, надо еще чуть-чуть забрызгать, и чтобы все было четенько. Мы сейчас подсохнем, мы посмотрим, где что, и забрызгаем. Да, и можно суппорта и барабаны. Да. В красный. Ну, это твой выход. Твоя. Рейсинговый обязательно. Рома, вот скажи, пожалуйста, ты в какой бы цвет покрасил суппорта? В красный, черный или белый? Давай начнем с того, где суппорта и как они выглядят. Вот. Это суппорта, которые тормозят. Да. Автомобиль. А из чего мы выбираем? Красный, черный или белый? Красный, черный или белый. Красный, конечно. Вот все. Видишь, вот это юные тюнеры. Да. Еще не шарим, зато знаем, в какой цвет. Ну, будем красить, да. Тасямба, ну что тут? Рено. Это понятно. Вот 61 тысяча пробега была у человека. Сколько? 61. И что? Кончилась коробка. Вот 4 месяца прошло. Мы поставили контрактную коробку. Она что-то обоссалась. Неплохо. Сколько поставили. Коробки автоматические надо чинить. Это вариаторы. Да. Это... Вариаторы надо чинить. Я исправился. Я просто в Рено ни хрена не понимаю. И более этого... И слава богу. И не хочу понимать ни в Рено, ни в вариаторах. Ничего. Правильно. Не, ну то, что вариаторы плохо. А то, что в Рено... Только GM и только ZF. Хорошо. Работает. Здравия Сергеевич! Ооо, ничего себе. У тебя тут такой борщец. Понимаешь? Ну вот это да. Нормайсяк. Сейчас чуть подождем. Подсохнем. Ты посмотри, какой я просто... Алый, алый. Хобот только зря покрасили. А, это мелочи жизни. Ототрем. Да? Да, ништяк. Я даже не знаю, надо второй слой или нет. Ну, можно. Ну, ладно. Сейчас его прям ярко-ярко красный. Да, да, обязательно. Я тебе баллон тут трясу. Тряси. Скоро закончится. Надо продолжать. Да, ну нано-роботы, конечно, такие давно. Ух. Я вот думаю, если все-таки мотор ляжет... Кто? Как думаешь, сколько на него мотор стоит? Тище три ядра. Да нет. Ты посмотри на мутного. Оттирает лишнее. Илюша, красавчик! Господа, слушайте, на злобу дня. Дело в том, что я думаю, что вряд ли наши нано-роботы очень долго будут как бы спасать ситуацию, потому что законы физики никто не отменял. Нет, если получится, будет только офигенно. Но если вдруг с нано-роботами будет ничто, напишите, пожалуйста, что почем. Фиат Уно, 91-й год, мотор 0,9, по-моему. 0,8. 0,8? 0,8? 4-х котловый, карбюраторный, по-моему, 0,9. Сколько на Матизе было? На Матизе 0,8. Есть 0,9. А, 0,9. Да, на 1, на 10-й. Да, да, да. Потому что я думаю, что моторчик надо будет поменять. Он тут всего на трех болтах. И вместе с коробкой падает. Короче, приключение в общей сложности часа на три. Уф, красота. Чеченький? Да. Надо еще что-то будет с кузовом придумать. Такой внешний стайлинг какой-нибудь, не сильно жестокий. Будет круто. Схема тюнинга. Да, да, вполне. Айо, а как? Что ты втираешь водителю BMW? Ну, не скажу. Слушай, не водитель BMW? Блядь, ты ж водитель BMW, блядь. А ты тоже, да? Ну, в следующий раз тогда. Я думаю, Илюха, может колеса покрасить? Красавчик. Не, это субариста. Это субариста. Слышишь? Все? Да. Ну да, красота. Я думаю, может колеса там, не знаю, черные полные. Ну, в белые. У нас еще где-то, где белая краска? Ну, где-то белая краска. Это защита от льда. А, вот белая краска. Вот она. Да. А? Я не вижу в этом никакого смысла, потому что к внешнему стайлингу мы будем переходить чуть позже. Думаешь? Ну да, но мы же сейчас просто антифарим, такие работы проводим, а внешне... Когда мы определимся с кличным итогом внешнего стайлинга, тогда и уже, ну, надо будет определяться. Ну да, базариться. Сейчас-то что? Что скажет мутное братье? Есть этому всему название. Давай. Болщит тюнинг. Болщит тюнинг? Ну да, такой вот фиговый West Coast Customs. Но, не, на самом деле, так или иначе, получилось достаточно бодренько. Да. Ну, с крыльями мы ничего не сделаем. Можно фендеры потом зафиксить, да, это самое. Да-да. Фендеры, расширители нормально будут. Как вариант. Ага. Короче, главное сделано. Фиат, я надеюсь, не сгниет, потому что мы все почистили, набрызгали, ушло у нас на это вообще времени хреново туча. Оф. Смотри, вот это вот прям ярко-красное чётико такое. Смотри. Гидрюненько. Очень. Офигенно, да. Я даже, знаешь, что думаю, сейчас нет никакого смысла его выгонять на улицу, потому что там дождь и мерзенько. Да, пускай высохнет. Да. Поставим вот здесь. Да. А завтра снимем, прикрутим колеса. Да. И пусть себе на улице стоит. Петлю надо салатовать. И веревочку, да? Я вообще хотел, ну, знаешь, такие яйки продаются, как на джипах, то есть сюда повесить. Ну, что ты. Сюда? Ну, я не знаю, сюда, сюда. Да, кстати, можно петлю пульнуть. Я заберу её, но салатовой сделать либо красненькой. Что думаешь? Внешний стайлинг по ЗЖ. Ну, окей, ладно, хорошо. Ну, смотри, снизу какая красота. Уф, вообще. Чётенько. Чётко. Огонь. Всё, пойдём снимать финалочку. Да, снимаем финалочку и ждём, пока высохнет. Завтра всё соберём. Да. Фиат, живи. Мотор, поживи ещё. Чуть-чуть? Да. Ну, до Нового года хотя бы пусть поживёт, а потом, в крайнем случае, если что, мотор махнём. А что такое удар перед Новым годом-то? Да не говори. Было, обидно. Чё, Стосямба? Красный, опасный. Он идеальный. Чё, коробка всё, кирдык? Нет. А чё было? Безиночка уплотнительная на фильтре. Говно? Ну, кто-то, видать, идёт. Порвал. Я понял. Контрактные коробки. А, да? Да. Пока не зайдёшь, не узнаешь. Это да. Завели, узнали, тотально. Да нет. Должно поездить ещё. Слышишь, Сергеич? Renault Fluence. 61 косарь, коробка легла. Автомат. А, вариатор, прости. Ну, как сказать, легла. Он в крошево развалился. А даже за их не смогла. А хрустела тогда и всё. И все звуки, которые могла издать. На этой оптимистической ноте идём снимать финалочку. Покупайте старые ведра. Хотя, не, не покупайте, нам не останется. Да. Покупайте новые, надёжные машины. Живи. Даже на складе, смотри, нашли флаг Василия Павловича. Да. За них. Никто, кроме нас. Да. Позитивный финальный аккорд, не побоюсь я этого слова. Да. Это Субаристу. 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 А это нам с Алексеем Михайловичем. Вот смазочка оружейная. Будем смазывать. Оружие? И не оружие тоже. И не оружие тоже. Просто смазывать. Просто будем смазывать. Благодаря КУДА мы осуществили антикоррозитационную обработку автомобиля редкой марки ФИАТ. Спасибо. Лянчо. Спасибо. Опять же. Спасибо. ФИАТ, живи. Спасибо. Огромную консультацию оказывал господин Травников, младший. Он сделал татуху. Как что там написано? Ломать, чинить? А, нет. Крути, чини. Крути, чини. Крути, чини. Крути, чини. Кошмар. Кошмар. Чего кошмар? Молодость? Молодость. Что бы твоя бабушка, брат, сказала? Бабушка моя сказала о том, что раньше, чтобы увидеть задницу, надо было снимать трусы. А теперь, чтобы увидеть трусы, надо раздвигать задницу. Вот хорошо, что у нас Травников не девушка. Понимаете? У нас нет цели раздвигать ему задницу. Тогда бы дима мототуру смотрели бы. В общем, друзья, всем мира, добра, удачи. Все самые полезные ссылки в описании. Гараж Тулс. Лучшие действия происходят в автосфере. Салов 45, ремонт автоматических коробок передач. Что само по себе позитивно. День действительно достаточно расслабленный. Хороший. ФИАТ вернулся. Антикор. Где он-то это сделал? А, он вернулся. Вот, да, наверное, надо роботы, давай, в прошлой серии, таки, как бы, отчет, да, 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 страшное дело. Маленькие существа сделал, господи. Ну, посмотрим. Эксплуатация покажет. Всемиры добра, удачи, до новых встреч. По-прежнему ждем, пока Стасямба начнет строить корч Травникова. Строится, строится. Вот это, да. 4, это 8 серии. Строится, строится, отвалительный. Строится, строится, оставится от меня. Всем пока. Это Субарис Дума. А такую розовую можно будет найти потом? Все подробности на сайте Куда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok